Я выступаю за такую школу, и мне нужно держать свой статус и держать марку нашей школы. Я рада, что не подвела свою школу, свою республику, себя и тренера. Я переживала, потому что долгое время не было стартов, и вот эта атмосфера, это все равно, ты сильно переживаешь и волнуешься, но вроде я справилась. Ты борешься всегда зрелищно, первым номером до последней минуты, но чуть-чуть у тебя был несколько лет спад. Почему спад был? Спад был из-за пандемии, честно сказать, еще когда выиграла Европа на 23-19 году, я чуть-чуть, как сказать, зазналась. Да ладно, такое бывает? Я сильно расслабилась и тяжело было обратно приходить в форму. Ты уже появлялась, расслабилась? Начала в кино ходить чаще, да? Нет, у меня были мысли оставить борьбу, все равно устаешь очень сильно, и морально, физически. Были планы, там, выйти замуж, создать семью. А сейчас они куда-то пошли там? Нет, все, все. Сейчас я хочу на Олимпиаду Париж, я, дай бог, будет мной. Я постараюсь, постараюсь сюда взять лицензию, еще есть время подготовиться. Ну и сейчас же есть Дагестан, горы, хинкал. Разве это не отвлекает Дагестана? Нет, это, наоборот, еще больше мотивирует. Тем более сейчас летом, мы едем в лагерь, наконец-то я об этом мечтала всю жизнь, по-моему. Съездить в горы, побегать там, покушать, очень вкусно. Я уже могу себе это позволить теперь. Хинкал Хаварский, мой любимый. А с Садулайом удавалось пообщаться? Да, мы пересекались несколько раз на сборах. Кислободский, Сочи. У нас бывало совместные, ну, на одной базе сборы. Но мы не вместе тренировались. У нас как раз и были? Да, пересекались, разговаривали. Советовала с тобой? Да, мы разговаривали. Очень прекрасный человек, мне очень нравится. А может, это он тебе посоветовал на душе положить соперничество, как он со Снайдером поступил? Может быть, он высленно сказал мне, я его поняла. Виктория Лаулина, победительница юридинского турнира. Удачи!